окей доброе утро добрый день дорогие коллеги мы продолжим второе занятие сегодня у нас и сегодня мы сделаем такую живую презентацию мы поговорим сегодня о проблемах офтальмологических в общем то с теми основными проблемами которые мы пытаемся решить с помощью наших линз вы пытаетесь решить мы пытаемся решить и поговорим об основных проблемах мы естественно не сможем обсудить все возможные проблемы для этого надо курс отдельно делать и не мне офтальмологом а мы поговорим про основные прежде чем мы поговорим о проблемах давайте посмотрим немножко на глаз настроение глаза здесь я надеюсь что вы видите это глаз это схема глаза нашего на глазное яблоко видите да может быть не очень четко вам видно но это лучшее что я мог сделать с обычной камерой это глазное яблоко диаметр глазного яблоко где-то порядка двадцати четырех миллиметров где-то так большая часть этого глазного яблока находится внутри головы она не видно мы же видим только эту часть роговицу и роговицу цвет глаз который у нас у всех разный из-за разной пигментации в общем то особого оптического смысла в этом нету это чистая косметика зрачок в центре у нас здесь через который проходит свет размер зрачка в среднем где-то диаметр зрачка где-то 4 миллиметра диаметр зрачка может значительно изменяться он изменяется в разное время суток он очень зависит от сил освещения и может изменяться от полумиллиметра до 8 миллиметров до 8 миллиметров это при минимальном освещении ночью в темноте когда наш глаз пытается получить максимальное количество света максимальное количество информации тогда зрачок расширяется максимально полмиллиметра при ярком солнечном свете без каких-то защитных очков такой ситуации включается защитная реакция глаза и зрачок сужается сужение зрачка при очень ярком и внезапном освещении происходит очень быстро это инстинктивное движение мы это происходит ниже уровня сознания нашего ну и быстрота это в общем-то выживательное выживательное явление потому что зрачок не вовремя сжавшись может привести к тому что сетчатка может пострадать сетчатка очень может сильно пострадать от сильного цвета поэтому это чисто защитная реакция нашего организма глаза плюс быстро закрывающиеся веки также рефлексивно это еще дополнительная защитная реакция это уже физическая защита глаза если есть какие-то частицы которые могут попасть в глаз то вот практически мгновенно закрывающийся века защищает глаз ну и кстати есть данные что во время боев когда летят осколки естественно они летят с такими скоростями на которые человек не может среагировать так вот задокументированы немало случаев когда наши веки успевали закрываться и предотвращали попадание ну естественно мелких частиц если это пули или более крупный какой-то осколок естественно уже ничего не поможет а вот мелкие частицы не успевали попасть в глаз вот за счет этого быстрого рефлексивного закрывания век окей давайте продолжим глазное яблоко здесь вы видите схематично хрусталик глазная линза хрусталик находится сразу после роговицы и сразу после роговицы и зрачка хрусталик имеет очень важную способность изменять свою кривизну это это гибкий гибкое такое тело которое может делаться более более выпуклым или более плоским и за счет этого изменяется оптическая сила хрусталика и соответственно всего глаза для чего нам нужно изменение оптической силы ну для того чтобы видеть объекты на разном расстоянии то что мы видели на прошлом уроке фокусное расстояние то есть для того чтобы сфокусироваться на объектах на разных расстояниях нам нужна разная оптическая сила и вот как раз эта основная функция хрусталика дать правильная правильную оптическую силу для того чтобы четко видеть сфокусироваться на различных разно удаленных объектах очень интересная процесс фокусировки то есть в нашем глазе происходит можно это назвать автофокус то что происходит в камерах фотокамерах и видеокамерах вы даже может могли наблюдать такое фотокамере когда вы нас настраиваетесь на какой-то объект иногда линза там приходит в движение и можно видеть вот этот процесс автофокусировки иногда он очень быстрый моментальный практически а иногда видно и даже слышно как линза двигается внутри объектива ну камера для того чтобы сделать автофокусировку каким-то образом измеряет расстояние там есть датчики ну и похожим образом наш глаз фокусируется на различные объекты наш глаз делает такую автофокусировку тоже каким-то образом измеряя расстояние расстояние измеряет уже мозг наш то есть он получает информацию от зрительную информацию в том числе но не только и мозг может примерно оценить расстояние примерную эту нас нету датчика точного который меряет расстояние то есть мозг делает какую-то примерно примерную оценку расстояния глаз исходя из этой оценки настраивается на это расстояние хрусталик глаза изменяется в соответствии и получается какое-то изображение если мозг не достаточно точно сделал оценку расстояния то изображение будет размытая мозг получает сигнал об изображении мозг может оценить насколько изображение четко или нечетко и интересно как он это делает но мы уже не будем вдаваться в эти дебри потому что мы не выйдем из них мозг знает когда изображение четко или нет если она не четко это он подает дополнительный сигнал на на глаз на хрусталик глаза его кривизна изменяется соответственно оптическая сила изменяется до того как мозг решает что изображение четко все что я вам сейчас рассказал происходит очень быстро практически моментально и очень мелкие доли секунды и все что я вам рассказал это могло произойти для того чтобы увидеть объект на каком-то расстоянии в следующий момент человек смотрит уже на другое расстояние и весь процесс автофокусировки повторяется на счет того что все происходит очень быстро то то мы этого не замечаем и большую часть времени мы видим четко и ясно или у нас есть коррекция у нас нет коррекции но мозг обладает такой способностью давать давать нам четкое зрение мозг вместе с глазом тут еще можно отметить что с возрастом все таки время реакции удлиняется и глаз становится стали глаза в основном становится менее эластичным но может еще дополнительные процессы в организме и с возрастом все таки у людей берет больше времени настроиться на четкое изображение вот это вот это автофокусировка берет побольше времени и таких случаях люди могут начинать замечать они они могут вам сказать что вот у меня занимает какое-то время перейти с одного расстояния на другое состояние скажем от компьютера до до клавиатуры или с компьютера на дальнее расстояние я чувствую что мне берет время для того чтобы сфокусироваться для того чтобы получить четкое зрение но если это возрастные явления то в общем-то они объяснимы и окей давайте продолжим свет который проходит через роговицу через зрачок насколько он открыт ну и кстати давайте еще раз осознаем это данное размер за очка в среднем состоянии 4 миллиметра то есть через вот это окошко в 4 миллиметра мы видим весь наш мир все что мы видим все что когда-то мы видели проходит через вот это окошко 4 миллиметра чтобы вам было понятно свет проходит через зрачок через хрусталик и и проходит через здесь есть пространство внутри глазного яблока желеобразная такое такая субстанция прозрачная в ней тоже проходят случаются интересные процессы случаются проблемы когда скажем какие-то однородные тела попадают в это желеобразная субстанцию и тогда люди начинают видеть какие-то образы непонятные иногда они мушек видят иногда комариков но иногда это бывает вызвано вот как раз инородными телами которые либо попадают внутрь глазного яблока либо образуется как-то но а в нормальном состоянии вся это вся эта полость она она прозрачная и свет в конце концов попадает на заднюю поверхность глазного яблока который называется сетчаткой сетчатка это слой очень тонкий слой несколько десятков микронов до несколько десятков по моему не сотен даже слой светочувствительных клеток это единственные клетки единственные клетки такого рода в нашем организме клетки которые могут преобразовывать свет в электричество то есть свет падающий на сетчатку на эти вот фоторецепторы одни из фоторе часть фоторецепторов реагирует на черное белое другая часть фоторецепторов реагирует на несколько цветов не будем мы тоже вдаваться потому что каждая эта тема может занять очень много времени но смысл в том что все эти фоторецепторы все эти клетки на на сетчатке преобразует свет в электричество и в виде электрических сигналов по зрительному нерву вот здесь вот он изображен зрительный нерв по зрительному нерву сигналы эти переходят в мозг наш мозг ним не видит то есть какого-то зрительно зрительная информация каких-то картинок наш мозг не получает наш мозг получает набор электрических сигналов электричество кстати большое сходство с матрицей фотографии как тот кто интересуется кто-то знает то есть на сегодняшний день фотокамерах видеокамер в телефонах наших есть есть камера есть пиксели то есть количество светочувствительных элементов ну вот эта матрица это то что она делает так же как сетчатка глаза она переводит зрительную информацию свет в электричество и сигнал от этой матрицы переходят в процессор кинокамеры видеокамеры или телефона нашего ну а процессор наш это наш мозг интересные данные могу вам дать что ученые в какой-то момент задались целью понять как именно мозг наш распознает зрительные образы зрительные картинки окей мост получил набор электрических сигналов то есть тут есть сотни тысяч может быть даже миллионы отдельных сигналов на каждый который приходит от каждого фоторецептора от каждого пикселя и мозг каким-то образом эту эту гору сигналов преобразовывает в изображение мы видим но видит наш видят мозг что мы видим это это уже преображение так вот ученые задались целью понять как именно мозг получает эту информацию и как он ее обрабатывает так вот было полностью просканировано все сигналы электрические которые приходят в мозг то есть есть полная карта всех этих миллионов сигналов отдельных которые приходят в мозг и потом пытались с помощью компьютеров с помощью каких-то алгоритмов вот это вот набор сигналов превратить в изображение вот до сегодняшнего дня не получилось не то есть до сегодняшнего дня наука не понимает точно каким образом мозг преобразовывает вот эти вот сигналы в изображении какой у него там алгоритм есть какое у него преобразование ну может быть когда-нибудь будет известно во всяком случае это не мешает нам бить окей это общее сведение про глаз теперь давайте посмотрим как же мы видим сейчас я буду вынужден выключить свет для того чтобы вы видели лучи будет вам немножко тяжело видеть но постарайтесь вот так вот это будет то есть тут я не уверен что вы уже видите эту схему глаза но надеюсь на вашу память и здесь есть лучи лазерные лучи которые симулируют свет симулирует свет который приходит извне попадает на зрачок как мы говорили в такой ситуации когда нету никакой линзы по дороге то свет вот параллельный пучок лучей который пришел извне также параллельным пучком попадет на сетчатку глаза и никакой фокусировки здесь не происходит в таком случае мы практически ничего не увидим для того чтобы мы увидели какой-то образ какой-то объект единичный объект должна быть фокусировка свет лучи света должны сфокусироваться где-то ну а в случае с глазом конечно желательно чтобы они не сфокусировались где-то а именно на сетчатке потому что на сетчатке есть эти фоторецепторы это пиксели которые и готовы принять вот информацию световую так вот для того чтобы сфокусировать входящий поток света и как мы уже сказали предназначен хрусталик глаз на линза глазная линза и вот если мы ее поставим сюда таким образом она действует то есть вот вы видите что все лучи света сфокусировались на сетчатке на какой-то точке сетчатки окей надеюсь что вам это видно да это без линза никакой фокусировки нет здесь есть линза фокусирующая плюсовая и произошла фокусировка кстати оптическая сила хрусталика глазного где-то в районе 60 диоптрия 60 64 диоптрия очень сильная плюсовая линза для того чтобы вот сфокусировать свет в такой ситуации когда входящий свет проходит через хрусталик и фокусируется точно на сетчатку это стандартная правильное состояние глаз и то есть это как раз случай корректного зрения до свет попал в глаз и сфокусировался точно на сетчатке в таком случае мы увидим четкое изображение без каких-то искажений давайте представим случай что линза наша глазная наш хрусталик работает таким образом если вы видите свет сфокусировался раньше сетчатки сетчатку нас здесь на а свет сфокусировался раньше то есть свет сфокусировался где-то внутри глазного яблока перед сетчаткой и то что пришло на сетчатку это не четко сфокусированной лучи а лучи которые уже расходящиеся то есть лучи которые попали на сетчатку это не одна . сфокусированная красивая а набор лучей расходящихся то есть если мы переведем это этот оптическое явление на обычный наш повседневный язык вместо того чтобы увидеть какую-то точно сфокусированную точку на сетчатке мы увидим пятно пятно размытое вместо точки пришли пришел набор лучей расходящихся то есть мы увидели пятно нечеткое а это как раз причина для нечеткого зрения то есть здесь у нас есть проблема проблема что свет не сфокусировался точно сетчатка он сфокусировался раньше и поэтому на сетчатку пришло не точные сфокусированные изображения размыты произошло это по какой причине в данном случае линза хрусталик наш не дал правильную оптическую силу хрусталик не не позволил свету сфокусироваться точно на сетчатке а как мы видим здесь свет сфокусировался раньше то что фокус у нас произошел раньше сетчатки о чем это говорит это говорит о том что фокусное расстояние линзы хрусталика меньше чего должно было быть окей чем меньше у нас фокусное расстояние если вы помните нашу самую первую формулу из предыдущего занятия оптическая сила равна единице деленное на фокусное расстояние обратная связь обратная обратная пропорция то есть чем меньше фокусное расстояние а здесь фокусное расстояние меньше чем оно должно было быть это говорит о том что оптическая сила этой линзы больше то есть оптическая сила хрусталика она больше, чем она должна была быть. Еще раз, для того, чтобы сфокусировать свет точно на сетчатку. То есть простыми словами, простым языком, хрусталик положительный, избыточно положительный. Его сила оптическая избыточная, больше, чем она должна быть, и поэтому свет фокусируется раньше, чем он должен был сфокусироваться. Какое может быть решение для этого? Решение – это ослабить оптическую силу хрусталика, слишком сильную. Как мы можем ослабить? Мы можем взять линзу, которая минусовая, которая рассеивающая. Вот пример рассеивающей линзы. Я надеюсь, что вы что-то видите. Двояко вогнутая линза, рассеивающая. Если мы ее поставим перед хрусталиком, перед глазной линзой, то если мы посмотрим на результирующий свет, лучи сфокусированные, то они опять точно сфокусировались на сетчатке. Это бескорректирующая линза. Лучи фокусируются здесь, до сетчатки. С корректирующей линзой они фокусируются точно на сетчатке. Такая корректирующая линза в данном случае, это линза отрицательная. Это линза, которая убирает избыточную оптическую силу хрусталика. Хрусталик слишком сильный, мы сказали, слишком плюсовой. Поэтому мы поставили дополнительную линзу, минусовую, которая вместе с хрусталиком, минусовая линза плюс избыточный плюсовой хрусталик, как раз дает правильную оптическую силу, и фокусировка возвращается в то место, где она и должна быть точно на сетчатке. То, что мы видим сейчас, это пример минусовой линзы. Проблема оптическая, офтальмологическая, с которой мы имеем дело здесь, это майопия. То есть майопия – это проблема избыточной оптической силы хрусталика. Либо, здесь я еще об этом не сказал, но, в общем-то, другой причиной майопии, когда свет фокусируется до сетчатки, может быть слишком большое глазное яблоко или слишком длинное. Ну и, кстати, глазное яблоко – это не чистая окружность, это такой вид дыни или мяча для регби. Она вытянутая в продольном расстоянии. То есть здесь по ходу лучей глазное яблоко – оно более вытянутое. И если оно слишком длинное, слишком вытянутое, то, возможно, хрусталик как раз и имеет правильную оптическую силу. Но все равно лучи фокусируются до сетчатки, потому что сетчатка слишком далеко. Она аномально далекая. Это может быть дополнительной причиной майопии. Ну и, кстати, обе причины вместе могут иметь место, что видно, как правило, и случается. И слишком сильный хрусталик, и слишком вытянутое глазное яблоко. Ну и еще раз, минусовая линза решает нам здесь все проблемы. До, после получаем точную фокусировку. Окей? Ну, вот это вот в нескольких словах демонстрация проблемы майопии. Давайте посмотрим на другой случай. Думаю, вы уже догадались, в каком случае пойдет речь. Случай, когда хрусталик, он слишком слабый. В этом случае мы видим, что лучи сфокусировались за сетчаткой. Видите, вот здесь они сфокусировались, а сетчатка у нас здесь. Лучи сфокусировались за сетчаткой. Фактически, это невозможное состояние, потому что сетчатка у нас непрозрачная, и лучи света просто остановятся на сетчатке. Дальше они не пройдут. Но при этом, как и в случае с майопией, на сетчатке вместо сфокусированной точки мы опять получили пятно. Мы опять получили размытое изображение. С точки зрения четкости изображения и майопия, и гиперопия, они проблематичные, может быть, не в одной и той же мере, но проблема, в общем-то, похожая. Ну и в этом случае решение уже, я думаю, вам довольно понятно. Если в случае с майопией, когда хрусталик был слишком сильный, и для того, чтобы решить проблему майопии, мы должны были его ослабить, мы должны были добавить отрицательную линзу, то здесь хрусталик, он слишком слабый. Он слишком медленно фокусирует свет, фокус случается за сетчаткой, поэтому в таком случае хрусталику надо помочь. Надо добавить ему еще дополнительную оптическую силу. Мы добавляем положительную линзу и опять получаем коррекцию зрения, фокусировка опять возвращается на ее естественное правильное место на сетчатке. Ну и, как вы уже поняли, это пример второй проблемы из самых распространенных проблем зрения, гиперопия или гиперметропия. Это проблема, когда хрусталик слишком слабый, и для того, чтобы решить эту проблему, нужно добавить положительную линзу, плюсовую. И это, возможно, два самых распространенных явления, две самых распространенных проблемы, с которыми вам приходится иметь дело ежедневно, я уверен. Ну и вот мы посмотрели, как это работает. К сожалению, мне очень сложно продемонстрировать цилиндр такими способами. У меня нету здесь таких линз, которые могли бы продемонстрировать цилиндр и как свет себя ведет. Проблема астигматизма. Но можно добавить, что проблема астигматизма тоже очень распространенное явление. Я уверен, что вы тоже сталкиваетесь с этим каждый день. То есть это три наиболее распространенные проблемы зрения. Майопия, гиперопия, астигматизм. Астигматизм – это проблема, когда хрусталик имеет не сферическую форму, обычный правильный, скажем так, хрусталик, он имеет сферическую форму, так же, как и роговицы глаза, в которой тоже есть какая-то оптическая функция. А вместо четкой сферической формы хрусталик имеет форму другую, но ее можно приблизить к фигуре, которую мы видели на прошлом занятии, торус. Помните, мы говорили про торус, то есть такой бублик, где кривизна поверхности в разных направлениях, она изменяется. Ну, вот такого типа может быть хрусталик. Ну и результат, если вы помните, на прошлом занятии я просто показал слайд, больше этого мне сложно показать. Здесь невозможно продемонстрировать с этим набором. Но то, что я могу вам сказать еще раз, то, что мы видели на слайде в прошлом занятии, в случае с цилиндром, в случае с хрусталиком, который имеет тороидную форму, мы имеем два фокуса. Мы будем иметь два фокуса. При этом эти два фокуса могут быть разно расположенными по отношению к сетчатке. Может быть ситуация, когда один фокус находится до сетчатки, второй фокус после сетчатки. Может быть ситуация, когда оба фокуса находятся перед сетчаткой, оба фокуса после сетчатки. Один из фокусов точно на сетчатке, другой или перед, или после. То есть тут возможны практически все возможные комбинации. Ну и на нашем языке оптических сил и рецептур это, в общем-то, комбинация сферической составляющей и цилиндра. То, что мы видели на предыдущем занятии. То есть в зависимости от комбинации сферической составляющей цилиндра, если мы разложим два этих значения на максимальную оптическую силу и минимальную оптическую силу, то там мы можем увидеть, куда приходится, на какое расстояние приходится каждая из этих оптических сил, максимальная и минимальная. То есть исходя из этого, мы можем прийти вот к всем тем возможным ситуациям с двумя этими фокусами. Ну а сказав это еще другим языком, мы можем иметь майопа цилиндра, мы можем иметь гиперопа цилиндра и мы можем иметь цилиндров. Цилиндр такой, что в одном направлении оптическая сила будет положительная, а в другом направлении будет отрицательная. То есть если у него сфера будет плюс один, а цилиндр минус три, то соответственно у него будет разнонаправленные силы. У него будет минус два и плюс один. То есть это уже смешанный случай, он неявный гипероп, неявный гипероп. Ну я уверен, что вам все эти случаи известны и вы знаете, как с ними бороться. Окей, вот это, то, что я вам хотел рассказать про основные проблемы зрения. Ну, раз мы уже находимся здесь на этой демонстрации физической, я могу вам показать еще несколько интересных явлений из оптики. Ну, занимательная оптика, скажем так. Могу вам показать. Здесь у меня длинная стеклянная трубка, прозрачная. Давайте я на секунду включу свет, вам было ясно. Видите, да? Длинная стеклянная трубка, прозрачная. Ну и потом я вам покажу еще призму. Я просто выключу свет. Так выглядит призма. Ну, вот такое треугольное прозрачное тело стеклянное. Мы посмотрим, как оно работает. Так вот, это длинная стеклянная трубка. Если я ее поставлю по дороге оптического луча, то оптический луч проходит через нее, в общем-то, без всяких погрешностей, искажений, никакой оптической силы нету в этой трубке. Поэтому, в общем-то, ничего не происходит. Луч проходит эту трубку прозрачно. Если я начну поворачивать эту трубку, обратите внимание, луч преломился один раз, где-то здесь, в конце трубки, и вышел из нее. Если я дальше буду поворачивать мою стеклянную трубку, где-то таким образом, обратите внимание, что свет остается в этой трубке, он из нее не выходит, он отражается несколько раз, при том, что все поверхности этой трубки, они прозрачные. То есть, в общем-то, свету ничего не мешает выйти наружу, но при этом он остается внутри трубки, вот он путешествует по ней, вы можете это прямо видеть. Луч путешествует, преломляется от каждой стенки и выходит, выходит в каком-то направлении. Кстати, дальше он начинает гулять внутри линзы. Я не знаю, вы видите, но здесь тоже он преломляется. Видно, Алекс? Да. Видно, хорошо. Видно, хорошо, но это случайно, это было незадуманно. Явление, которое вы видите здесь в стеклянной трубке, в оптике это называется явление полного внутреннего отражения, когда чудес-то нет никаких, естественно, просто под определенным углом падения луч остается в трубке и просто отражается от каждой ее стенки, при том, что, еще раз, стенки абсолютно прозрачны, ничего не мешает свету выйти. Ну, а в нашей жизни, в вашей жизни, вы, я думаю, уже сталкивались с этим или вы поняли это или не поняли, но я думаю, что и в России уже довольно распространены оптические кабели, по ним на сегодняшний день проходит много коммуникации, интернет, не знаю, или в России он дошел до каждого дома. У меня дома есть интернет, который уже проходит по оптическому кабелю, то есть это уже не интернет по обычным электрическим кабелям, по оптическим. Скорость намного больше, пропускная способность намного больше, а в основе всего этого это вот оптический кабель. Оптический кабель – это такое волокно, очень тонкое, несколько сот микрон, стеклянное, прозрачное, которое можно просто гнуть, несмотря на то, что оно стеклянное, за счет того, что оно очень тонкое, в диаметре очень маленькое, то его можно гнуть и, в общем-то, даже сворачивать в узел, и внутри этого волокна вот распространяется свет, а свет – это информация. То есть на сегодняшний день коммуникации по большому счету построены на оптических кабелях. Если вы слышали, то коммуникация между материками, между Европой и Америкой, между Америкой и Австралией, есть кабели, оптические подводные кабели, очень серьезные кабели, и у России есть такие кабели, подводные под океаном, по которым проходит свет. А основа вот она, вот она здесь, это полное внутреннее отражение. Глазу это не имеет отношения, но, как можно сказать, занимательная оптика. Ну, еще одно явление, которое, да, относится к нашей теме, к теме оптики зрительной и оптики линз наших. Призма, это будет одна из тем наших следующих занятий. Вот, обратите внимание, призма, треугольный объект, стеклянный, прозрачный, в котором все грани имеют четкую прямую форму. И чем еще характеризуется призма? Внизу есть основание у призмы, так она и называется, база, да, и наверху есть, ну, по-русски, как мне это сказать, ну, вот угол или, не знаю, наконечник, на английском это апекс, то есть вершина, вот вершина, наверное, сам правильно сказать вершина. То есть сейчас наверху у нас есть вершина, внизу у нас есть база, если обратить внимание на лучи света, то лучи света отклонились, да, после того, как они прошли призму, кстати, несколько лучей гуляют внутри призмы, это опять же, эффект полного внутреннего отражения, вот несколько лучей вышли вниз вообще сюда, да, не знаю, как вы видите, но немножко есть они, а основные же лучи, вот, вышли здесь справа, но отклонились, да, то есть падают на призму лучи, примерно горизонтальные, а то, что выходит, они отклоняются. Если я сейчас разверну призму основанием вверх, например, так, то обратите внимание, что лучи пошли наверх, то есть в призме, одно из основных свойств оптических призмы, это лучи идут в направлении базы, да, база была внизу, лучи пошли вниз, сейчас база наверху, лучи пошли наверх. Ну, и мы про это поговорим расширенно на отдельном уроке по призму. Ну, вот, пожалуй, все из занимательной оптики. Есть еще несколько примеров, но я не думаю, что нам стоит время на них тратить. Есть такие вот элементы оптические, такая линза большая, одна из поверхностей плоская, вторая выпуклая, выпуклая, ну, и эта линза, это, естественно, положительная линза, фокусирующая, тут вы можете обратить внимание, что не все лучи сфокусировались в одну точку, они сфокусировались в нескольких точек, ну, кстати, это, это модель оптических аберраций, если вы слышали, в линзах бывает погрешности, бывает аберрация, ну, вот, это один из пример аберраций, когда в идеальном состоянии, в идеальном случае, все лучи должны были сфокусироваться в одной точке, а поверхность, кстати, здесь абсолютно сферичная, это чистая сфера, здесь одна поверхность плоская, а вторая поверхность, она чистая сфера, то есть, по теории, как бы, все лучи должны были сфокусироваться в одной точке, на самом деле, вы видите, что здесь есть несколько фокусов, не идет речь о цилиндре, ну, вот это вот демонстрация оптических аберраций, Ну и, кстати, если я возьму обычную линзу, которую мы смотрели раньше, не знаю, насколько просто вам это увидеть, но практически невозможно. Здесь тоже не совсем одна точка, она чуть-чуть размытая, но это тоже говорит о том, что есть аберрация. Это, если кто-то слышал, видел сферические аберрации, то есть чисто сферическая линза, она не свободна от аберраций, и там они есть. Окей, это все у меня по этой теме. Сейчас я, дайте полминуты, я перейду в наш класс. И мы продолжим с презентацией. Окей, вот я уже в классе. Еще несколько секунд презентация и мы продолжим. Есть какие-то вопросы в чате? Владимир, Ольга? Меопия, меопия. Вопросов пока я не вижу в чате, я думаю, что вопрос миопии и гиперметропии понятен в большинстве. Меопия, ну, я, может, это просто больше произношу на английский манер. Там майопс, гиперопс. Да, естественно, что это одно и то же. Да, майопия на русском. Да, да, извините мои искажения. В общем, всю сознательную жизнь я провел уже не в России, так что такие вещи вы мне прощаете сразу. Окей, сейчас я запускаю презентацию. Выключу лазер. Окей, еще несколько секунд. Окей, видна презентация, да? Владимир? Видна, да. Хорошо, тогда мы продолжим со следующей темой. Следующая тема – это базовые понятия линзы, геометрия. Ну и дальше мы продолжим с соотношением кривизны передней и задней поверхности. Возможно, не сегодня, хотя, может быть, и дойдем, пока мы продвигаемся. Хорошо. Здесь вы видите пример двух линз. Одна из них положительная слева, другая из них отрицательная справа. Ну и каковы основные их параметры? Обе эти линзы имеют переднюю поверхность, да? То есть в обоих этих случаях глаз находится слева. Здесь где-то, да? Передняя поверхность – это поверхность линзы, которая обращается вовне, во внешний мир. Задняя поверхность – это поверхность, которая ближе к глазу, это поверхность, которая, в общем-то, не видна, когда человек ходит с очками. Дополнительный важный параметр линзы, любой линзы – это толщина в центре и толщина на краю. При этом важно здесь отметить, что в положительной линзе, слева которой, минимальная толщина, она всегда будет на краю, да? А в центре – это уже функция диаметра линзы, функция базы, функция рецептуры, но всегда толщина в центре в положительной линзе будет больше, чем толщина на краю. Ну, толщина по краям, естественно, может меняться по окружности линзы. Ну, здесь, если мы говорим про толщину на краю, то мы можем говорить про минимальную толщину, максимальную толщину, среднюю толщину. Тут уже вопрос обозначений. Ну, а в отрицательной линзе минимальная толщина всегда будет в центре, а по краям толщина будет больше. И здесь, в этом случае, толщина по краям минусовой линзы тоже будет функцией диаметра линзы, базы и рецептуры. Ну, вот это основные геометрические характеристики линз. И давайте продолжим. Давайте посмотрим, какой формы может быть офтальмологическая линза. То есть здесь, если мы посмотрим на верхнюю строку, то здесь представлены различные плюсовые линзы. Первая линза – это, скажем, для всех этих линз глаз находится слева, поэтому слева в каждой линзе будет внутренняя поверхность, а справа в каждой линзе будет внешняя поверхность. Ну, первая линза здесь – внутренняя поверхность вогнутая, передняя – выпуклая. Следующий пример – это плоская внутренняя поверхность, следующий пример – обе поверхности выпуклые, Потом внешняя поверхность плоская, и, наконец, внутренняя поверхность смотрит в сторону глаза, и внешняя поверхность выпуклая. Но еще раз повторюсь, все эти линзы — это примеры плюсовых линз положительных. Так же, как все примеры в нижнем ряду — это отрицательные линзы. Отрицательные линзы, в которых отрицательные и положительные линзы, в чем различаются все эти линзы? Во-первых, они различаются соотношением кривизны передней и задней поверхности. Есть линзы, в которых одна из поверхностей плоская, есть линзы, в которых одна из поверхностей выгнутая или вогнутая. То есть разные возможные комбинации соотношения кривизны передней и задней поверхности. Плюс линзы могут отличаться тем, какой стороной они повернуты глазу, скажем так. Если мы посмотрим, например, на верхнюю строчку, то первая линза, вот самая левая и последняя, правая, они обе называются менискус, то это фактически одинаковые линзы с одинаковой оптической силой, просто они повернуты разными поверхностями глазу. В первой линзе, в левой, глазу более близка вогнутая поверхность, а во втором случае глазу более близка выпуклая поверхность. Но при этом линза, это одна и та же самая линза, просто повернутая, обладающая одной и той же оптической силой и также в нижнем ряду. Так вот, из всех этих возможных форм, ну, здесь представлено вот 10 примеров возможных форм оптической линзы, да, 5 примеров положительной линзы, 5 примеров отрицательной линзы. Ну, и вопрос здесь, а каким же типом линзы мы пользуемся в нашей повседневной практике, какая из этих линз может быть офтальмологическая линза? Офтальмологическая, это значит призванная для зрения. Как вы понимаете, есть огромное количество других линз, которые не являются офтальмологическими, которыми пользуются в разных приборах, в измерительных приборах и во многих других. Так вот, из всех, ну, здесь представленных форм, мы еще раз можем сказать, что здесь есть 10 вариантов, только два варианта из этих 10 используются в нашей повседневной жизни, используются в качестве офтальмологической линзы. Ну, как здесь уже помечено, в ряду положительных линз это вот самая левая линза отмеченная, да, и в среде отрицательных линз это вот самая правая линза. Ну, я, к сожалению, не могу вас спросить, а почему же были выбраны эти две, только эти две формы, ну, кстати, есть исключения из правил, мы, я про них скажу несколько слов. Вот, ну, так как я не могу спросить, то я сразу и отвечу на свой же вопрос. Есть несколько причин, почему из всех этих 10 форм выбрано только две, а фактически это одна, если сейчас вы поймете, что это, эти два возможных варианта, это один и тот же вариант. Что касается задней поверхности, поверхности, которая более близка к глазу, то обратите внимание, что в обоих этих вариантах задняя поверхность, она вогнутая, она не плоская и она не выпуклая. Почему именно такую поверхность используют в качестве задней поверхности, здесь дело в основном в эргономике, я бы даже сказал, физиологии и эргономике. Исходя из строения нашего лица и строения глаза, только такая форма, которая как бы облегает глаз наш, позволяет, в общем-то, комфортно носить такие очки, такие линзы. При этом линзы не касаются глаза и не касаются ресниц. Ресницы тут как раз могут быть одной из основных проблем, потому что при плоской задней поверхности или выпуклой задней поверхности, как в этих случаях, и также и в отрицательных линзах это может быть. Вот первая линза здесь, задняя поверхность, она выпуклая, следующая линза, задняя поверхность плоская. Так вот, во всех этих случаях, когда задняя поверхность либо выпуклая, либо плоская, ресницы будут задевать за заднюю поверхность. Ну, а это неудобство. Это, в общем-то, не оптическая проблема. С оптической точки зрения здесь проблем нет никаких. А, как мы сказали, проблема физиологическая или эргономическая. То есть, когда ресницы постоянно задевают за заднюю поверхность линзы, Во-первых, это неприятно, человек чувствует какое-то ограничение. Плюс задняя поверхность линзы постоянно пачкается, потому что ресницы, на них есть жировые вещества, жировой слой. Поэтому поверхность линзы постоянно пачкается. Ну, вот это основные причины того, что задняя поверхность линзы очень желательно, чтобы она была вогнута. Вогнута и естественным образом бы, ну, обтекала или повторяла строение нашего лица или строение глаза. Что касается внешней поверхности, то здесь нет проблем эргономики и физиологии, Потому что эта поверхность никаким образом не соприкасается ни с одной частью нашего тела, лица или глаза. Но и здесь, если вы обратите внимание, оба варианта, которые помечены как наиболее распространенные или наиболее приемлемые, В обоих этих случаях передняя поверхность, она выпуклая. Она не плоская, как, скажем, в этом случае или в этом случае, и она не вогнута, как в этом случае в плюсовой линзе или в этом случае в минусовой линзе. В обоих случаях передняя поверхность, она выпуклая. Почему такое положение? Ну, здесь основной фактор, видимо, косметика просто. И такое строение линзы, внешняя поверхность, которая выпуклая, она признана наиболее приемлемой с точки зрения косметики, с точки зрения эстетики. И, ну, наиболее приятно смотреть. То есть, линза с плоской передней поверхностью выглядит непривычно. Ну, не говоря уже о линзе с вогнутой передней поверхностью, такая линза будет выглядеть очень странно, будет привлекать внимание. И, ну, наши клиенты не с удовольствием будут ходить в таких линзах, в таких очках, видя реакцию других людей. То есть, тут относительно передней поверхности причина косметическая, эстетическая. А, как мы уже сказали, по внутренней поверхности основная причина – это физиологическая, эргономическая. То есть, здесь нет ни в случае с задней поверхностью, ни в случае с передней поверхностью, нет особых оптических причин. С точки зрения оптики, ну, возможно, наиболее оптимальным вариантом были бы средние линзы. Как в верхнем лиду положительная, это B-convex называется, обе поверхности выпуклые. В качестве отрицательной линзы, возможно, оптимальным вариантом был бы этот тоже средний вариант, когда обе поверхности вогнутые. То есть, сильная минусовая линза, сильная плюсовая линза – это с точки зрения оптики. Но, как мы уже сказали, требования к передней и задней поверхности, они не продиктованы оптическими требованиями, а, как мы уже сказали, физиологическими, либо эстетическими требованиями. Окей, это то, что можно сказать про форму пульмологической линзы. Да, и, как я уже заметил вначале, есть исключения из этих правил. Исключения из этих правил случаются тогда, когда нужны какие-то экстремальные рецептуры. В случае очень высоких плюсов, ну, больше плюс 20 диоптрий, скажем, в таком случае возможны варианты средней линзы, когда задняя поверхность, ну, либо она плоская, но чаще она бывает даже такая вогнутая. Ну, с эргономической точки зрения это может быть проблематичным решением, потому что, как мы уже сказали, такая линза, такая поверхность задняя может мешать. Но тут уж, когда у человека плюс 20, плюс 30, плюс 40 рецептура, тут уже не до удобств, тут уже не до загрязнения от ресниц. Человек просто хочет видеть. Поэтому в таких случаях существуют линзы такого типа. Ну, и также для отрицательных линз в случае с какими-то очень высокими отрицательными рецептурами, тоже выше там 20, а больше в районе минус 30, минус 40 и дальше, то в таком случае решением может быть вот тоже средняя линза с обоими поверхностями вогнутыми. С оптической точки зрения это наиболее сильная минусовая линза. Ну, а и тут в этом случае уже не до эстетики. Да, передняя поверхность будет выглядеть непривычно, но и здесь уже таким людям важно зрение, потому что без линза такие люди, они практически слепы. Ну, вот такие исключения. Ну, я уверен, что каждый из вас или многие встречались с такими исключениями. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что это довольно редкие случаи, такие рецептуры редкие, заказы эти особенные. Но и такие исключения имеют место. Окей. Если понятно здесь, были какие-то вопросы, Владимир? Алекс, здесь был вопрос от Ашота. Он предполагает, что в двояко вогнутой линзе будут больше оптические искажения по краям. Да, да, Ашот, правильно. Но да, и это тоже причина. Я не думаю, что эта причина может быть главной, потому что, если мы говорим про обычные рецептуры, не экстремальные, то аберрации эти имеют место, действительно, но они не будут решающими, а все-таки решающими факторами являются то, что я сказал, физиологические и эстетические причины. При экстремальных рецептурах, когда, в общем-то, эти линзы и применяются, минус 30 диоптрии, минус 40 диоптрии, аберрации будут очень серьезными, но и здесь я могу вернуться к той же самой фразе, что таким людям, в общем-то, не до жиру, лишь бы увидеть. Так что в обоих случаях, и с случаем обычной рецептуры, и в случае экстремальной рецептуры, аберрации не являются решающим фактом, хотя они имеются здесь абсолютно правильные. Еще вопросы, Владимир? Нет больше в чате вопросов. Окей, давайте продолжим. Мы продолжим рассматривать наши офтальмологические линзы, и давайте посмотрим пристальнее на форму передней поверхности. Здесь представлены пять разных примеров линз, в которых передняя поверхность имеет различную кривизну. Во-первых, обратите внимание, что все эти пять линз подпадают под определение обычной офтальмологической линзы с точки зрения соотношения кривизны передней и задней поверхности. Просто в данном случае представьте, что глаз находится справа, да? То есть в каждой линзе правая поверхность – это внутренняя поверхность, левая – это внешняя поверхность. Направление изменилось, не меняюсь. Но обратите внимание, что во всех этих линзах внутренняя поверхность – она выпуклая, а внешняя поверхность, извините, вогнутая, внутренняя поверхность – вогнутая, а передняя поверхность – она выпуклая. Во всех этих случаях, обратите внимание, несмотря на то, что линзы выглядят абсолютно разными, но соотношение кривизны остается. Всегда внутренняя поверхность – вогнутая, внешняя поверхность – выпуклая. Ну и если вы посмотрите на каждый из этих примеров и на кривизну передней поверхности, то вы обратите внимание, что кривизна изменяется от наиболее плоской передней поверхности в случае самой левой линзы до наиболее выпуклой передней поверхности в правом примере. Здесь стрелочки не хватает. Цифры, которые вы видите здесь, это оптическая сила передней поверхности. Пол диоптрии, 2 диоптрии, 4, 7 и 12. Это просто я дал это как примеры. На самом деле есть намного больше вариантов передних поверхностей, их оптических сил. Ну и значение оптической силы передней поверхности, как я уже сказал, это не все возможные варианты, но, во всяком случае, пол диоптрии – это в большинстве случаев наиболее плоские передние поверхности. И 12, оптическая сила 12 диоптрии – это одни из самых выпуклых передних поверхностей. Есть примеры с передней поверхностью 13, и даже 14 диоптрии я не встречался с более высокими диоптриями на передней поверхности, если это не какие-то специальные линзы для очень плохого зрения, то вот этот диапазон кривизны или диапазон оптических сил в передней поверхности где-то находится в этом районе – от полдиоптрии до 12 диоптрий. Но при этом вы видите, что задние поверхности тоже изменяются, несмотря на то, что, как мы уже сказали, все задние поверхности в этих случаях, они вогнутые, но кривизна их, естественно, изменяется. И при этом соотношение кривизны передней и задней поверхности – оно тоже разное. За счет этого мы получаем линзы с разными, даже очень разными оптическими силами. Если мы посмотрим на левую пример, левую линзу, то здесь мы имеем дело с отрицательной линзой, как вы понимаете. Ну и можно и по толщинам этой линзы понять, что это отрицательная линза, когда в центре она более тонкая, чем по краям. Ну и вы видите, что соотношение это изменяется, если левая линза – это отрицательная линза, следующая с передней поверхностью в две диоптрии, она где-то примерно параллельная две поверхности, то есть здесь оптические силы где-то близко к нулю. Четвертая передняя поверхность в четыре диоптрии – это уже линза стала слабо положительной такой, толщина в центре немного больше, чем толщина по краям. Ну и следующая линза – она уже более положительная. И последний пример с фронтом в 12 диоптрии – это уже явно выраженная положительная линза. Ну и то, что важно добавить, что оптическая сила передней поверхности, мы ее называем базой. Так принято в нашей отрасли, так принято в нашей промышленности. Оптическая сила передней поверхности – это база. То есть, когда вы говорите, что это линза базой четвертой, седьмой, восьмой или база половина, то фактически вы говорите о оптической силе передней поверхности. Оптическая сила передней поверхности называется базой. Ну, кстати, интересная история, почему это называется базой. Мы об этом поговорим, когда мы будем говорить про способы изготовления офтальмологических линз одной из следующих тем. Не сегодня. Так что мы вернемся к понятию база, хотя этим понятием мы будем пользоваться еще не раз. Числа, которые здесь представлены – 0,5, 2, 4, 7, 12 – это, как мы уже сказали, оптическая сила передней поверхности. При этом, если речь идет про оптическую силу, в общем-то, строго говоря, вы должны спросить, а с каким показателем преломления рассчитана эта оптическая сила. Если мы возьмем линзы с той же самой геометрией, скажем, мы возьмем линзу вот с базой с четвертой, с той же самой геометрией, если эта линза один раз будет сделана из пластика с показателем преломления, с индексом 1,6, а в другой раз 1,74, то при той же кривизны поверхности, скажем, передней, оптическая сила будет разная. Понятно, да? Мы знаем формулы из предыдущего занятия. Оптическая сила поверхности зависит от показателя преломления и радиуса кривизны. При том же самом радиусе кривизны, но разных показателей преломления мы получим разную оптическую силу. Поэтому, когда мы говорим база четвертая, еще раз, в общем-то, в общем случае, надо спросить, согласно какого индекса это посчитано. Но для того, чтобы облегчить жизнь нам всем, в нашей отрасли договорились, просто договорились, что когда определяют базу, то база эта, фактически оптическая сила, рассчитана, исходя из одного и того же индекса. Называют его номинальный индекс, и это значение, которое равно 1,53. Индекс преломления обычного стекла. Ну и сделано это еще раз для удобства. Это как бы общий язык. Для того, чтобы не спрашивать каждый раз, с каким индексом посчитана база, и для того, чтобы базы не менялись в зависимости от индекса, то вот все базы посчитаны с одним и тем же индексом. И здесь есть исключение из правил, есть производители, которые, несмотря на такое, в общем-то, общее согласие, общее мировое даже согласие, все равно рассчитывают базы и предоставляют базы, исходя из индекса конкретного конкретной линзы или конкретной полузаготовки, но это исключение из правила и, в общем-то, доставляет немало неудобств, но особенно вот пример, который я знаю, это японские производители, Митсуи, еще несколько в высоких индексах иногда указывают базу, исходя из индекса конкретного материала. Ну, еще раз, я думаю, что кроме неудобств это никакой пользы не приносит, но это их решение, спорить с этим сложно, тем более производители, которые производят более редкие материалы полузаготовки. Ну, будьте начеку, будьте внимательны, когда указывается база не с номинальным индексом, то, во всяком случае, этот индекс указывается или указывается каким-то образом, ну, для того, чтобы все понимали, о чем идет речь. Но, в общем случае, еще раз, эти базы посчитаны по одному и тому же индексу, поэтому, несмотря на то, что вы держите в руках полузаготовку индекса 1.6, скажем, полузаготовку другую 1.67, у обоих этих полузаготовок вы можете сказать, что это база четвертая и никто вопросов задавать не будет. Окей. Вопросы, Владимир? Да, были здесь вопросы от Анжелики, только первые две рассеивающие. Я должен вернуться на предыдущую. А, форму, она была? Нет, нет, вот эта вот, не здесь, одна, которая есть. А, здесь? Да. Первые две, рассеивающие, да, все правильно. База половина и база два это рассеивающие, да, это минусовые линзы, ну, я думаю, что вам известно, это из вашей практики, это те базы, которые в основном используются для минусовых линз. Да, все правильно. А начиная с четвертой базы, это уже идут положительные линзы, фокусирующие. Все правильно. Еще вопросы, Владимир? Больше нет в чате вопросов. Окей, продолжим, у нас еще есть время. А теперь, дорогие коллеги, давайте посмотрим на заднюю поверхность линзы. Для примера возьмем один какой-то басис, ну, я взял базу пятую, басис, базу, извините, базу пятую, ну, одна из наиболее распространенных баз, центральная, четвертая, пятая база, самые распространенные базы. Так вот, возьмем ее в качестве примера и давайте спросим себя задняя поверхность. Какая может быть задняя поверхность у этой базы? Ну, возьмем для примера пятую базу. То есть вопрос здесь, а какое, каким же может быть задняя поверхность? В данном случае мы спрашиваем, какая задняя поверхность может быть наиболее плоской? То есть какая самая плоская задняя поверхность возможна вот для пятой базы? Ну, и ответ тут в общем-то простой. Это минус пол диоптрия оптическая сила. Здесь уже не говорят о базе. База это только относительно к передней поверхности. Это задняя поверхность или это оптическая сила линзы, то уже нет места термину база. База еще раз относится только к передней поверхности. То есть здесь, когда мы задаемся вопросом, какой наиболее плоская задняя поверхность может быть в этой линзе с пятой базой, то это минус полдиоптрии. Почему минус полдиоптрии? Ну, в общем-то, исходя из того, что мы уже сказали. Во-первых, почему минус, почему вогнутая поверхность? Мы уже посмотрели на это. Это исходя из эргономики, строения нашего лица, глаза. Почему минус 0,5? Ну, вот на сегодняшний день это, в общем-то, довольно принятое значение, не только в Шамире, но и в других производителей. Это наиболее плоская поверхность с оптической силой минус 0,5, которая позволяет ресницам не соприкасаться все время или не соприкасаться вообще или не соприкасаться все время с задней поверхностью. В общем-то, в этом случае задняя поверхность все равно довольно плоская. я не знаю, или вы можете ощутить, какова кривизна будет такой поверхности, которая имеет оптическую силу только полдиоптрии. Ну, вот примерно как нарисовано здесь на рисунке, довольно плоская поверхность, чуть-чуть выпуклая, вогнутая, извините. Ну, вот это вот максимально плоская поверхность задняя, то есть любая поверхность с оптической силой, которая будет еще меньше, чем минус 0,5 диоптрии, скажем, минус 0,3 диоптрии, минус 0,2 диоптрии, это уже будет практически плоская поверхность, начнутся проблемы с ресницами, когда мы дойдем до нуля, это уже абсолютно плоская поверхность, то же самое, ну и если мы возьмем оптическую силу положительную, то здесь мы придем вообще к поверхности выпуклой, ну и мы уже посмотрели, почему эта поверхность неоптимальна в офтальмологической линзе, да, то есть минус 0,5 диоптрия задняя поверхность, 5 диоптрия передняя поверхность, ну и если мы посмотрим на оптическую силу линзы нашей, которая складывается из оптической силы передней поверхности и оптической силы задней поверхности, то плюс 5 диоптрия и еще минус полдиоптрия, мы получаем 4,5 диоптрия и это фактически максимальная оптическая сила, которая может быть получена с пятой базой, это максимальная теоретически возможная оптическая сила, понятно почему, да, то есть почему, потому что любая задняя поверхность, которая будет более вогнутая, чем эта, а эта задняя поверхность, мы сказали, самая плоская, то есть любая другая поверхность, которая будет более выгнута и будет обладать большей отрицательной силой, она будет только ослаблять линзу, да, то есть результирующая оптическая сила будет только меньше, чем 4,5 диоптрия, 4,5 диоптрия, это максимальная оптическая сила для этой базы, пятой. Это все для крона делается, для стекла, да, для 1,523 расчеты? Ну да, да, если мы говорим о любом другом индексе, то, конечно, если мы хотим быть точными, то мы должны пересчитать все эти силы относительно конкретного индекса, я через несколько слайдов дам вам табличку, в котором я такие расчеты сделал, вы их посмотрите, ну, просто для примера. Окей, Владимир, если будут какие-то важные вопросы, ты можешь меня останавливать. Давайте пойдем дальше, то есть мы посмотрели, а какая же наиболее плоская поверхность задняя может быть с базой пятой, теперь давайте посмотрим, а какая же наиболее вогнутая поверхность может быть с той же пятой базой, то есть передняя поверхность не изменилась, та же самая пятая база, задняя поверхность стала вогнутой или очень вогнутой. Наша задача найти максимально вогнутую поверхность. и давайте посмотрим, от чего это зависит. Здесь если в предыдущем случае самой плоской поверхностью ограничение было у нас физиологическое, то здесь причина совсем другая. Здесь причина производственная, ограничение оно исходит из оборудования для производства линз. И здесь вы можете видеть инструмент, режущий инструмент, с помощью которого вытачивают линзу, вытачивают заднюю поверхность. Так вот, этот режущий инструмент это и есть ограничение по максимальной кривизне задней поверхности. Это механическое ограничение, откуда оно исходит. Радиус кривизны этого режущего инструмента, минимальный радиус кривизны, он где-то порядка 36 миллиметров. Радиус кривизны, то есть это такой шарообразный инструмент с радиусом кривизны примерно 36 миллиметров. Ну и как вы понимаете, наша задняя поверхность не может быть более изогнутая, более выпуклая, чем эти 36 миллиметров. Оно не может быть более выпуклой, чем сам инструмент, иначе инструмент не сможет произвести такую поверхность. Понятно, задняя поверхность может быть максимально вогнутая с радиусом кривизны 36 миллиметров, ну и в большинстве случаев она будет просто более плоская, режущий инструмент, как и вы видите на этом примере. Ну, исходя из этого ограничения механического еще раз режущего инструмента, давайте посмотрим, какая же оптическая сила максимальная может быть у задней поверхности. я использую здесь формулу, которую мы посмотрели на предыдущем занятии. 1,6 это индекс, просто взял для примера, да, минус 1 умноженное на 1000 и поделенное на радиус кривизны. Вот эти 36 миллиметров, это, мы сказали, минимальный радиус кривизны, максимальный, минимальный радиус кривизны даст нам максимальную оптическую силу или даст нам ответ на вопрос, а какая же максимально вогнутая поверхность может быть сзади вот такой линзы. Ну и ответ вы видите, да, кстати, почему минус 36? Минус, потому что это задняя поверхность, потому что она выпуклая, да, как мы уже говорили на предыдущем занятии. Ну и оптическая сила в таком случае с индексом 1,6 будет минус 16,7 диоптрии задней поверхности. Это оптическая сила задней поверхности, ну, фактически максимально возможна. Да? Ну и исходя из этого, опять же, если мы хотим рассчитать оптическую силу линзы, мы должны сложить опять оптическую силу передней и задней поверхности. кстати, это формула приближенная. Я должен был здесь записать приближенное значение. Я исправлю этот слайд, потому что, как мы уже говорили на предыдущем занятии, точная формула берет во внимание еще и толщину линзы. Ну, здесь мы ей пренебрегаем. 5 минус 16,7 мы получили минус 11,7 диоптрии. Это минимальная оптическая сила. Задняя поверхность это минимально вогнутая, задняя поверхность с максимальной минусовой оптической силой. Ну, и это максимальная минусовая оптическая сила на задней поверхности нам дает и максимально минусовую силу в линзе нашей целой линзы. Минус 11,7 диоптрии. Ну, и если мы просуммируем то, что мы сейчас посмотрели, то в нашем примере с пятой базой максимально возможный диапазон оптических сил для пятой базы это от минус 11,7 диоптрии до плюс 4,5 диоптрии. Это максимально возможное теоретическое значение. Ну, мы тут взяли пример индекса 1,6 в других индексах будут другие значения. Ну, и при этом кривизна задней поверхности изменяется от минус пол диоптрии до минус 16,7 диоптрии. То есть вот это для чего я вам все это дал? Для того, чтобы показать вам на одном примере из каких соображений производится линза, где ее границы и какие оптические силы можно ожидать от той или иной базы. Ну, и в завершении нашего сегодняшнего разговора, как я вам обещал, вот тут есть табличка с разными значениями. Что здесь есть в табличке? горизонтальная ось это базы от 0,5 до базы 12 примерно каждая диоптрия, примерно в конце здесь каждые две диоптрии, ну, просто, опять же, для примера, это не таблица, которую вы будете пользоваться ежедневно. Здесь даны разные индексы 1,5, 1,6, 1,67, 1,74 и для каждой такой базы и для каждого индекса дана пара значений. Это нижняя и верхняя границы оптических сил, рассчитанная точно тем же методом, как мы рассмотрели для пятой базы. Ну, и вы тут можете посмотреть на значение, ну, скажем, база 0,5 в индексе 1,5, в самом низком индексе, который мы пользуемся. Этот базист теоретически, еще раз, здесь и написано теоретические значения, я не хочу, чтобы завтра вы пришли к представителям Шамир России или Хоя или Эсилор и начали требовать вот такие оптические силы в каждой базе. Это теоретически возможные значения. На практике не всегда они достижимы, не всегда производители дают вам все эти значения. Пожалуйста, помните это база, чтобы не было недопонимания между нами никакого. И вот, исходя из этих примеров, еще раз возвращаясь к этой таблице, база 0,5 для индекса 1,5 будет работать от 0 до минус 13 диоптрии, а если а если мы возьмем индекс 1,74 то это уже будет от 0 до минус 19 диоптрии. Та же самая база, но посмотрите какая разница минус 19 в индексе 1,74 и минус 13 в индексе 1,5. извините. Ну, и вы можете посмотреть на другие значения. Ну, что еще можно сказать? Можно сказать, что базы низкие, 0,5, 1,2,3, 4 в основном используются для отрицательных оптических сил, хотя их верхние границы уже достигают и плюс 2, и плюс 4 диоптрии, но обратите внимание, что здесь упор на более отрицательные оптические силы. и начиная с пятой базы уже упор сдвигается в сторону более положительных оптических сил. Ну, и в двенадцатой базе скажем индекс 1,5 работает от минус 2 до плюс 10, в 1,74 от минус 3 до плюс 16. Ну, и обратите внимание, максимальные оптические силы, максимально возможные, это вот минус 19, самая большая минусовая оптическая сила где-то в этом районе, ну, и самые высокие плюсовые силы, это вот 16 для базы 12. Ну, если вы найдете базу более высокую, 13-ю, 14-ю, ну, соответственно, вы дойдете до плюс 17-и, плюс 18-и, вот это примерно где-то максимальное значение оптических сил от района минус 20-и, до где-то плюс 14-и, 15-и, 16-и, это уже очень-очень редкий случай, тяжело производимый. все, коллеги, это все, что я хотел вам сегодня рассказать про основные проблемы зрения и про геометрию наших линз и соотношение передней и задней поверхности. Если есть вопросы, Владимир? Вопросов пока нет в чате, не вижу. Я могу включить звук, если... Сейчас, минуточку. Окей. Окей. Если хочешь что-то задать, вопрос, можете делать unmute, можете сделать звук и задать. Если нет, то спасибо большое, спасибо за внимание, за участие и встретимся на следующей неделе. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. До свидания, хорошего дня всем. Теплый, хороший павел. До свидания. До свидания. И не болейте. Все, спасибо.